всем привет сейчас я вам покажу как из обычной столовой ложки можно сделать пару отличных блесен родом из ссср которые называются атомы эти блесна проверены десятилетиями ловят они отлично так что я делаю не для видео а именно для рыбалки на щуку целую ложку я использовать не буду давно на рыбалке нашел на берегу вот такую блесенку сам такие в детстве делал вот из нее и буду делать для начала с помощью болгарки вдоль и разрезаем нашу заготовку на две равные части вот что получилось дальше берем маркер вот так вот и складываем выравниваем с помощью маркера нарисуем форму дальше вот это вот так же отпиливаем болгаркой точно так же поступаем со второй заготовкой теперь этим заготовкам нужно придать окончательную форму это можно сделать как с помощью той же самой болгарки скруглить вот этот край я это буду делать на гриндере широкую часть оставил немного заостренной а узкую скруглил теперь на наковаленьке надо ее немного расплющить и выпрямить таким вот образом расплющил теперь надо немного сделать загиб то есть совсем чуть-чуть выгибаем ее в сторону вот этой вот выпуклости вот что должно получиться теперь нужно просверлить отверстие для крепления заводных колец намечаем старайтесь делать это по центру нержавейка сверлится очень плохо поэтому я уже использую вот такие вот старые обломанные сверла сверлю на мелких оборотах дрели ну такие вот заготовочки у меня уже получились в принципе к ним уже можно прям сейчас цеплять уже тройничок кольцо заводное идти рыбачить но я хочу сделать эксклюзивными поэтому немного продолжим обезжириваю вот эту вот выпуклую часть и дальше можно будет нанести сюда какой-нибудь рисунок лаком берем лак для ногтей и дальше на что у нас хватит фантазии что-нибудь рисуем как наверно многие догадались я это потом буду вытравливать рисунок рисовать можно что угодно то есть на что у вас хватит фантазии теперь дожидаемся высыхания лака и приступаем к травлению рисунка пока сохнет лак приготовим сильно концентрированный солевой раствор на пол стакана воды столовую ложку соли и заливаем это все дело кипяточком размешиваем также для травления рисунка нам потребуется какой-нибудь блок питания на 12 вольт в моем случае даже не подскажу от чего он травит неплохо подойдет либо зарядка от автомобиля либо зарядка также от телефона приматываем носовому проводу какую-нибудь железячку в моем случае это гвоздь и на край наматываем кусочек ваты чтобы пропиталась опускаем сразу в солевой раствор с помощью иголочки где у нас есть неровности лака сразу же это все дела подправим чтобы было покрасивее ну теперь чтобы не протравить лишнее залепливаем скотчем бумажным внутреннюю часть обеих брусинок залепил верх оставил для травления можно приступать взял рыболовные щипчики чтобы их не протравить случайно также обмотал носик и скотчем бумажным теперь цепляем плюсовой провод куда-нибудь где у нас есть свободный металл поджимаем приступаем к травлению если вы подключили блок питания правильно у вас сразу же пойдет вот такая вот желтая желтый налет он постепенно будет потом темнеть макаем солевой раствор прикладываем и потихонечку вот так вот все это дело протравливаем спешить не надо хочу сделать чтобы травление было глубоким травлю уже минуты три я думаю будет достаточно первая блесна протравлена теперь меняем вот эту ватку можно приступать к травлению 2 вводим вот так вот по всей вот этой поверхности где у нас голый металл и протравливаем по времени также это займет около пяти минут давайте посмотрим теперь на конечный результат что у нас получилось убираем малярный скотч и теперь при помощи средства для снятия лака снимаем вот это вот все покрытие которое у нас осталось лак такие вот нехитрые рисуночки получились зато блесна заиграла новыми красками можно уже оставить так но я это все дело заполирую еще на вылочном круге ну вот и все друзья мои блесенки готовы как вы могли убедиться ничего сложного в изготовлении нету и вот такие вот шикарные блесенки у вас могут получиться как у меня на которые отлично клюет щука так что кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал потому что еще что-нибудь я обязательно придумаю всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока